Вот пишет, что готов бить еще врагов Родины. Смелая манера письма и взгляд, устремленный в бесконечность. Это все, что может рассказать Валентин Романов о дяде. В июне 41-го связь с ним оборвалась. С фронта молодой солдат не вернулся. Побывать на могиле дяди Валентин Романов мечтает давно, а потому уже два года не прекращает поиски. Пока безнадежно. Но поисковики обещают помочь, пусть даже не сегодня. Заносятся данные как человека, который запрашивает, так и людей, о которых он запрашивает. Это мы все сведем в общую единую таблицу и будем заниматься поиском безвести пропавших в течение всего года, отправляя запросы в различные архивы нашей страны. И это не пустые слова. Кропотливая работа поисковиков с архивами дает результаты. За этот год им уже удалось найти 40 человек. В этом году женщины из нашего отряда ездили, возили на могилу отца и дочку погибшего в Тверскую область. Отыскать бойца возможно даже по имени и фамилии. Вся информация о погибших хранится в интернете. Министерство обороны разместило данные со всех частей и создали книги безвозвратных потерь. Однако даже в таких, казалось бы, проверенных источниках встречаются ошибки. И в таких случаях без помощи специалистов волокжанам уже не обойтись. Упомянутся, что вот Расюф Иван Александрович, Вологодская область, Нежинский район. У нас понятно, что такого района нет. Скорее всего, это что-то из наших районов, ну вот так вот написано. Может быть и Нежинский. То есть у нас девушка пошла уточнять уже у бабушки, там есть ли какие-то документы, есть ли какие-то, допустим, там, сведения о полке, в котором служил их родственник, сведения о родственниках, которые у него были. Все документы и воспоминания родственников заносятся в базы данных. На их основе создаются книги памяти. И как раз сегодня об одном из бойцов удалось найти всю информацию, вплоть до фотографий кладбища, где он захоронен. Предшественниками электронных книг памяти были вот такие увесистые тома. На протяжении 20 лет их составляли вологодские писатели, краеведы и историки. Они создали 35 томов со списками солдат, не вернувшихся с фронта. Теперь, благодаря вологодскому поисковому отряду, все эти книги размещены в интернете. Однако даже такой вариант, к сожалению, мало интересует молодое поколение. Узнать боевой путь, который прошли деды, чаще всего приходят пожилые люди, которые не теряют надежды отыскать своих близких. Потому как мамин дядя, дед, мечтал поехать к сыновьям на могилке. Ну, хотя бы его мечту исполнить в какой-то степени. Поехать отдать память деду хотя бы. Алена Шипилова, Василий Попорин. Новости Вологды. То есть рядовые... Рядовые...